Героями не рождаются, ими становятся. Два уроженца Рязанской области встали в строй этого нового бессмертного полка еще в марте и апреле. Гвардии капитан Андрей Кириллен и эфрейтор Николай Яровой погибли на Украине в бою. Для тех, кто знает, что такое терять боевых товарищей, эти потери еще один рубец на всю жизнь. Подвиг, ребят, будет увековечен. Всем ребятам будут установлены мемориальные доски на школу, где они учились. Будут открыты памятники. Я думаю, что на площади Маргелова, на нашем памятнике, на мемориале погибшим воинам-рязанцам, в локальных войнах будут увековечены имена наших боевых братьев. Ваша боль, наша боль. Родственникам геройски погибшего эфрейтора Николая Ярового в этот день вручили орден мужества. Мужика, как называют его сами военные. Родителям Андрея Кириллина точно такой же орден вручили ранее, а сегодня родственников гвардии капитана нашла награда от Луганской Народной Республики. Службы и храбростью второй степени. Во время произнесения слов поддержки и благодарности не смог сдержаться отец Андрея Кириллина. Эти мужские слезы, слезы сильного человека, прекрасно понимающего, за что и почему погиб его сын. У него была только одна просьба. Я прошу, единственное, дайте забыть побед ребят. О том, что будет участвовать спецоперация Андрей никому не сказал. С мамой Натальей Анатольевной последний раз связывался на 8 марта. Поздравлял. А вообще гвардии капитан Андрей Кириллин в то, что армия, его призвание, по словам мамы, решил сразу. Да, он хотел сам. И получается, что он попал в часть как раз Московской области, в Домодедово, в учебный центр, где призывники проходили учебу 3 месяца. Он их обучал именно связи. Обстоятельства гибели парней сегодня уже не так важны, как их вклад в освобождение от нацистов русской земли. Это наше общее дело, а родственников погибших ребят одних не оставят. Олег Артемов, заместитель военного комиссара Рязанской области, это твердо пообещал. Потому что наши своих не бросают.